На драча? Не? Ну так выкинь. Обязательно. Делайте им замечание. О! Да, у нас карпик есть. Смотри, примерший. Видите? Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё так клёво». Мы с вами на Днестре. Сегодня 23 ноября 2019 года. Это Сергей, подписчик канала «Всё так клёво». Он пригласил меня поехать на рыбалку на Днестре. Вернее, даже не на Днестре, а на глубокий турничок. А вот Сергей. Добрый день. Привет. Ну что, отплываем мы? Едем. Да, вперёд. Полный вперёд. Никого нет. И троса, кстати, тоже нет, друзья. Всё пособирали. Сезон законченный, да. Как бы решили, что хватит собирать бабло. Ну, так, значит, так. Кстати говоря, можно было где-то здесь встать, да? Да. Потом встанем где-то здесь. Да-да. Раз тут народ стоит, значит, тут не зря они стоят. Вот тут трое. Прикольно, от «Ворсадеса» отрезали. Ага, прикольно, да. Я думал, как они носили вздохнули сюда. Вот это да. Так, ноу-хау, смотрите. А эти похожи? Да, похожи на тросистов, да. Стоят в проём. Что ж там непонятное дело это. Вот тоже, да? Похожи на тросистов, да. По одному удилищу, блин. Или на телефончик. Ну, или на телефончик, да. Одно из двух. Практически они обычно прекращают и просто стоят, наблюдают. Типа, блин, мы тут такие, приехали влюбоваться природой, да? Ну, да-да. Вот тебе, по-моему. Да, вот-вот. Стоят, типа, мы тут ни при чём, мы тут кофе пьём. Приехали попить кофе, блин, народ. О, блин. О, о. Морда отворачивай. Смотри. Чистый, да чистый. А давай возле них встанем? Давай, давай. Возле коряги, да, туда. Возле коряги нет никого. Что, давай встанем возле них? Чуть напротив, да? Или прямо рядом? Ну, напротив, да? Нет, лучше рядом. А, я? Если что, можно, чтобы было подойти. Ну, это всё скрывается, да. Ну, это тоже похоже, что за чисто, честно говоря. Лицо скрывает, да. Два удилища. Ребята, как рыбалка? Как рыбалочка? Никак? А что не ловим? Понятно. Как рыбалка, ребят? Что, на дроча, нет? На дроча? Нет? На телефончик? А покажи. Покажи. Вытащи. Верни. На слой. А шо это? А ну, ну, ого. Так это драч, алло. Это муха. Какая муха? Муха? Да какая муха, посмотри, он. А ну, иди сюда. Это драч. Конечно, драч. Да нет, это муха. Какая муха? А вверху, посмотри. А вверху драй. А шо это верхового? Да какой чертик, блин? Это драч натуральный. А тоже это драч. А шо нет? Чего же продается на рецепт? Так на рынке, блин, мало ли что продается. Нет, драча и драча тут тоже. Да я ее выкину, попробовал. Да ладно, попробовал. Ребята, нельзя мне дроча ловить? А я ее сейчас выкину. Ну так выкидывай. Ну так выкини. Давай. Давай, давай, кидай. Давай, кидай. Вы давай, кидай. Нитку вам не обрезать. Не обрежь, не обрежь. Там не жалко. Спасибо за понимание. Да-да. Что клюет? На силикончик клюет? Добро. Все, вот этого я угрозил, по-моему, в катере. Вот это он. Вот эти силикончики. А, силикончики. Да. Ребята, как рыбалка. Здрасьте. Как рыбалка. Привет. Ага. На силикончик, да, ловите? Судачку? Счастливо. Что ловится? Или еще? Как там? Ага, прикольно. Спасибо, молодцы. Сережа, я так думаю, что на одного торча меньше стало, да? Ну да. Вот для нашей ссоры поездки. Ну да. Это уже что-то стоит. Ну там слева вот люди, справа люди есть. Посмотрите, на что они ловят и сами полуем. Короче, все классно. Хотя, ветрено и руки замерзают. Да. Друзья, на что хотел обратить внимание. Значит, можно экономить на всем. Но на удилищах, там, я не знаю, на крючках. Но только не на перчатках. Поэтому покупайте себе нормальные перчатки. Бруки. Оледенеют, капец как. Рыбалочка будет такая. Вот у меня фидерное удилище. Горох с прикормкой. Инлайн такой. Крючочек маленький. Друзья, на два удилища не успеваю ловить. Буду ловить на одно удилище. Хотя, может быть, на второй поставили крупнее крючок. Потому что постоянно клюет тарань. То есть, забросил, сразу тарань. Забросил тарань. И, в принципе, среднего такого размера нормально. Вот. Короче, будем что думать. Даст Бог и дедушка Днестр, поймаем леща. Я столкнулся с проблемой. Замерзает кончик, представляете? Фидерное удилище. Ай-яй-яй-яй. Я не взял с собой силиконовую эту смазку специальную. Для шнура. Ай-яй-яй-яй. Вот проблемка. Честно говоря. Не думал, что будет так холодно. Что там у тебя? Первая тарань. Первая тарань. К сожалению. А что к сожалению? Ну, вообще, к радости. К сожалению, это не карп. Ну, только у тебя волосяная оснастка с двумя... Карошина и кукуруза, да? Да. Прикольно. Ну, будет это карп? У тебя карповая оснастка, в принципе, по идее, все будет нормально. Да, я уверен. О! У нас... Да, у нас карпик есть. Поводочек у меня 016, крючок. Десятый номер. Сережа, если ты можешь, возьми с этой стороны, стань. И возьми его в подсак. Главное, чтобы не замерз кончик со шнуром. Потому что упустить не хочется. Все-таки крючочек по водой очень слабенький. Давай, давай, давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, блин, не спеши. Ребята, мы с карпиком, мы с карпиком. Мы с карпиком, мы с карпиком. Фидер рулит, понял? Вот я покормил, 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 покормил местечко. И взяли карпика, друзья. Ну вот, дедушка Днестр, наконец-то, расхидрился. И дал нам карпушку. Ой, вот такая, друзья, маленькая манюня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо взять. Карпушка. Красавчик. Небольшой, но все равно приятно, что ни говори. Да, тем более, что после длительного, скажем так, отсутствия карпиков, этот, ну, просто как счастье, как манна небесная. Так что, друзья, подписывайтесь и ставьте лайк. Так, аккуратненько мы его отпускаем. Наш садок. Слышите, как он трещит, садок? Он весь замерзший. Поводок 0,16. Крючок 10. И мы его сделали. О, отлично, отлично. А так. О, хорошо. У меня надежда, что карпы есть. Да? Да. Теперь его можно заставать от сады. Так, ну, все. Карповые. Друзья, ну, попадается, скажу, такая отменная тарань. Значит, все ловится практически на горох. Потому что только ставишь опарыш или червя, сразу и мгновенно сбивает его маленькая тарань. Если чисто на горох, то попадается и вот такие-таки хорошенькие экземплярчики. Друзья, у нас уже штук 20-30 тараник. И с той стороны, с той стороны. И вот вторая поклевка по карпуше. Ну, я так думаю. Главное, чтобы у меня не замерз кончик удилища и не примерз шнур. Напомню, что реально там 0,16 леска и 10-й крючок. Я только подумал о том, чтобы поменять крючок. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вон он, вон он, вон он. Опаньки. Опа-пулечки. Опа-пулечки, красотулечки. Вот он, друзья. Карпуля. Ставь его. Друзья, ну вот он, красавчик. Карпулик небольшой, небольшой, конечно. Раньше мы таких отпускали. Где-то килограммчик. Где-то так. Ну, спасибо дедушке Днестру за это. Где-то гуляй туда. Друзья, я скажу, что вода не такая уж холодная, как казалось бы. То есть температура на улице. Температура воздуха гораздо ниже, чем температура воды. Поэтому, если что, греть руки, то в воду. Где-то у нас было полотенце. А, вот он. Так что у нас уже два, два карпуши. Это хорошо. Курчочек очень маленький. И я горошину одеваю аж до конца цевья. Вы видите? Аж до ушка. То есть вот таким вариантом, ну, вариантность поклевки и тарани меньше. То есть я не хочу ловить тарань, когда есть карп. Вы понимаете, да? Хотя ловится и тарань в том числе. Так, друзья, еще один. Еще один карпушка. Еще один красавчик. Главное не спешить. Ветер, руки замерзают. Но, когда ловишь карпика в конце ноября, это непридаваемое ощущение. Да, Серёв? Да. Еще и премерзает шнур кольцам, друзья. Представляете? Так. Ненормально, нормально. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Тихонечко. Он и примерз, блядь. По-моему, он примерз. Давай, 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 давай. Карпушинский, давай. Красавчик, давай. Дедушка Днестр, нельзя. Блин, замерзла. Замерзла. А-а-а. Есть. Замерзла, видите, смотрите. Даже, даже не хочет тянуться. Друзья, ну такой небольшой карпик. Грамм, наверное, 700. Вот такой карпик небольшой, друзья. 700 грамм. Вы помните, что мы делаем с такими карпками? Сережа, что мы с такими делаем, Карп? Конечно же, отпускаем. Отпускаем, да? Всем рекомендуем отпускаем. А-а-а. Ну давай, иди. Гуляй, Вася. О-о-о-о. Ладно, дадешь дорогу. Дедушки, десну привет передавай. Практически мерзнет наша каша. Вы видите, да? Лед. Не горит газ. Замерз. Чтобы вы понимали, тут не так сильно тепло, как хочется. Ну, спасибо Сереже. У нас паштет, сало, лук и чеснок. И чай, да, Сережа? Да, да, да. В термосах. Это хорошо. Ну что, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Вот так заканчивается наша рыбалочка. Она была у нас достаточно экстремальная, скажем так. Потому что горох, чтобы вы понимали, он, смотрите, примерший. О, видите. Все позамерзало. Леска, шнуры очень сильно липнут кольцам. Вот у нас уже крайняя поклевка. Кто там, покажись. Я в конце оставил одно удилище, потому что на два нереально. Все мерзнет. И разбираться с двумя достаточно тяжело. Так, кто там у нас? Тарнюшка. Ну, друзья, а так мы, скажем так, на позитивной ноте заканчиваем нашу рыбалку. Немножко подмерзли. Ну, спасибо Сереже, что взял с собой покушать. Потому что наша каша, а не кофе, ничего не получилось. Все позамерзало. Сережа, расскажи про сегодняшнюю рыбалку. Как тебе? Что? Что скажешь? Отличная рыбалка. Да? Она, как говорил Тарасыч, рыбалка плохой не бывает. Она бывает удачная или неудачная. Ну вот, мы имеем два карпика. И тарань. Ну, такая, тарань такая. Ну, от средней до выше средней, скажем так. Нормальная таранюшка. Вот такая красавица. Хорошо клевала, очень хорошо. Мне понравилось. Если бы ловить на одно удилище, да на сельвя или опарыша, было бы тарань больше. Но не было бы карпика. Карпик все-таки хотелось его поймать, поэтому мы и поймали его на горох. Вот так вот, друзья, заканчивается наша рыбалка. Сергеем. Спасибо Сергею за то, что он на лодочке нас привез сюда. Немазачу. Немазачу. Доброе. Будем взвертаться туда. Тоди. Вот. И я думаю, что сегодня полезно было не только для того, чтобы порыбачить, но и поймали одного. Ну, не поймали. А попросили вежливо убрать снасть, да? Да. Запрещенную. Ну и хорошо, что человек адекватный. Ну, мягко говоря, адекватный. Не совсем адекватный. Если был адекватным, то не цеплял бы эту снасть, так? А так, ну, цепляй. Ну, по крайней мере, хоть увидел нас. Не знаю, испугался или что, я не знаю. Но, по крайней мере, я хоть убрал ее, выкинул. Правда, недалеко, может быть, залезет в воду за ней. Хрен его знает. Вряд ли, да? Что, друзья, если видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Селеглева. Ну, прощаемся. Делайте дрочистам замечания. Обязательно делайте им замечания. Да. Дрочистам. Делайте замечания, друзья. Так только можно сделать наш берег чище. И рыбалку лучше, и рыбу больше, скажем так. Правильно? Да.